В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Если бы я был депутатом. В городской думе подвели итоги конкурса СССР. Внимание, мотоциклист! Саровчане приняли участие во всероссийской акции. Точка взлета. Театр Моды Русь выступил на Всероссийском творческом фестивале. Далее расскажем обо всем подробно. В городской думе подвели итоги конкурса СССР. Если бы я был депутатом. Свои работы прислали ученики общеобразовательных школ. Объединение Дворца детского творчества, Молодежного центра, Детская школа искусств, номер 2 и спортивных школ. Сочинение оценивал жюри в составе депутатов, писателей и учителей. На церемонии награждения по итогам конкурса побывала наша съемочная группа. Проблемы здравоохранения, благоустройства, городской транспорт, преобразование в школьной программе. Это далеко не полный перечень того, что волнует современную молодежь. Своё видение развития города они изложили в кратких эссе. Перед жюри стояла непростая работа выбрать лучшее. Каждый член жюри прочитал внимательно ваши работы, а потом мы решили свои предпочтения высказать в узком кругу. И каждый высказал свои предпочтения. Ставили там первое место, второе место, третье место. Другие делали точно так же. И когда совпадали несколько фамилий, мы им ставили баллы. Те, кто набрал больше всех баллов, заняли призовые места. Диплом второй степени присудили Виктории Сафроновой. В своем эссе девушка затронула сразу несколько проблем. Я бы хотела обеспечить каждого человека, имеющего проблемы со зрением, специальным навигационным оборудованием, которое он будет управлять при помощи своего голоса. Также в городе и на остановках в транспортных средствах я хотела бы делать озвучку не только названия остановок, но и номера маршрута. Положение конкурса предусматривало, что дипломы и призы получат только лауреаты. Однако, прочитав работы, жюри решила наградить всех участников. Призы для них предоставила компания «Саровинвест». Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». В нашем городе прошла всероссийская акция «Внимание, мотоциклист». На стоянках в районе крупных торговых центров часы пик мотоциклисты раздавали водителям памятки, которые призывают автомобилистов быть корректнее и осмотрительнее на дороге. Подробнее об акции расскажем в следующем репортаже. Их манит скорость и попутный ветер. Они не мыслят своей жизни без трассы мотоциклов. На этот раз «Саровские байкеры» собрались для того, чтобы снова привлечь внимание автомобилистов и в очередной раз рассказать о важности взаимоуважения для всех участников дорожного движения. По всей стране в преддверии открытия мотосезона проходит акция «Внимание, мотоциклист». Для того, чтобы привлечь внимание автомобилистов, всех участников дорожного движения, к мотоциклистам и прочим двухколесным собратьям, которые передвигаются по дорогам. Пообщаемся с автомобилистами, покажем, что мы не хулиганы. Байкеры проехали колонны по улицам города, останавливаясь на самых оживленных и заполненных автомобилями стоянках. Время проведения акции тоже выбрали не случайно. Яркие листовки с лозунгом «Мы за движение без раздражения» раздавали водителям в вечерний час пик. По словам байкеров, поведение некоторых мотоциклистов на дорогах вызывает вопросы даже у опытных водителей двухколесного транспорта. Отношения разные. Кто-то адекватно относится, кто-то грубит иногда. Но и мотоциклист сами заслуживают многие этого. Поэтому отношения разные. В свободное от работы время они надевают кожаные куртки и садятся на свой байк. А в обыденной жизни многие мотоциклисты передвигаются по дорогам города за рулем автомобиля. Поэтому насущные проблемы отношений на дорогах они знают с обеих сторон. Мы сами ездим на автомобилях. Очень много. Каждый день. Мотоцикл – это хобби наш. Поэтому и с той стороны видим проблему мотоциклистов, и с этой стороны. Откроет новый сезон «Саровские байкеры» 11 мая. Сбор в 11 часов. Старт колонны намечен на 12 дня. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24». Школа-интернат номер 9 приняла участие в конкурсе 500 лучших образовательных организаций страны и стала лауреатом в номинации «Лучшая школа для детей с ограниченными возможностями здоровья». Церемония награждения победителей прошла в рамках первого всероссийского педагогического съезда «Моя страна», который стал профессиональной площадкой лидеров современного российского образования для обмена опытом и мнениями. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В День Победы саровским автолюбителям придется пересмотреть привычные маршруты. 9 мая движение по некоторым из городских улиц будет ограничено. Соответствующее постановление на днях подписали в администрации. С 8 утра до часу дня проезд закроют на проспекте Ленина, а именно участки от пересечения с улицы Шверника до пересечения с улицы Карла Маркса. С 14.30 до 22.45 движение ограничат на проспекте Музруково. 18 мая в лагере «Березка» пройдет день открытых дверей. Для гостей проведут экскурсию по территории детского центра, а также ответят на все интересующие вопросы. В том числе, как приобрести путевку и возместить часть ее стоимости. Какое необходимо собрать пакет документов и как будет выстроена программа летнего отдыха. День открытых дверей в «Березке» начнется в 10 часов. Справки по телефону 9-92-10. Саровчан приглашают на турнир по дартс. Он пройдет в субботу 18 мая на стадионе «Авангард» в рамках спортивного праздника, посвященного Дню Победы. От участников потребуется 10 раз подряд метнуть дротик в мишень. Победителем станет тот, кто сможет выбить максимальное количество очков. Подробности в группе Саровской Федерации Дартс ВКонтакте. Спасателями не рождаются, спасателями становятся. Под таким девизом в первой пожарной части прошел квест для команд, представляющих различные подразделения ядерного центра. Дети сотрудников «Рафиатснеф» прошли по нескольким станциям, на которых познакомились со спецификой профессии пожарного и вспомнили правила поведения при обращении с огнем. «Факел», «Огнеборцы», «Прометей», «Агент-01», «Искра», «Феникс». Команды с такими говорящими названиями собрались в спортивном зале первой пожарной части. Каждая сборная представляет то или иное подразделение ядерного центра. Ребятам предстоит побороться за победу в квесте, который организаторы посвятили 370-летию со дня основания пожарной охраны. Мероприятие проводится в игровом виде, но это, наверное, самое лучшее изучение первоначальных действий по тушению пожара, либо по профилактике пожаров. Командам раздали маршрутные листы и пожарные щиты, которые будут заполняться наклейками по мере прохождения этапов квеста. Ребята в белых майках из команды «Прометей» представляют Институт лазерно-физических исследований ядерного центра. Многие из участников сборной познакомились с профессией спасателей впервые. Но даже самые юные из них знают, как правильно обращаться с огнем и избежать несчастного случая. Не доставать спички, следить за утюгом, выключать газовую флиту, не забывать выключать из розетки приборы. Составить пословицу, превратить пожароопасные слова в безопасные, сбить мяч, струей воды из пожарного рукава, пройти полосу препятствий и научиться надевать противогаз. Участники квеста не просто посмотрели, чем живут и дышат саровские пожарные, но и совершили полное погружение в эту непростую, но важную профессию. Я узнала новые пожарные инструменты, как одевать вообще противогаз, какая работа пожарных сложная, какая нужна физподготовка. По итогам квеста команду отметили в различных номинациях. Сборная «Прометей» получила диплом за лучшее время при прохождении этапа эвакуации. После квеста всех участников ждали призы и вкусные угощения. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В Нижнем Новгороде прошел Всероссийский фестиваль творчества «Точка взлета-2019». Наш город на нем представлял детский театр «Мода Русь», центр внешкольной работы. Начинающие дизайнеры показали свои работы в двух номинациях и в обеих стали лауреатами второй степени. Юные рукодельницы продемонстрировали стилизованные фольклорные костюмы веснянки и коллекцию «Магический квартал», созданную по мотивам японской архитектуры. Девочки начали работу над новой коллекцией прошлой осенью. В «Строжайшие таяни» они шили костюмы для участия в 23-м национальном конкурсе детских театров моды и студии костюмов в Москве. Вдохновение для творческого проекта юные дизайнеры искали в культуре Японии. В основу «Магического квартала» легла исследовательская работа рукодельниц по национальным костюмам «Страны восходящего солнца». Искали также в интернете различные, которые нам понадобятся, ссылки и так далее, картинки. Вдохновлялись от них, получается, рисовали свой костюм. А наш петенковый художник, он их совмещал и получил с коллекцией. Готовые наряды мало похожи на самурайский костюм или кимоно. Так как готовили коллекцию к номинации архитектуры и моды, то в ней много графических элементов, традиционных японских домов и атрибутов японского театра. Обыгрывая культ маски, девушки стилизовали их и сделали более современными. Мы создали вообще свой индивидуальный дизайн для масок. То есть у нас использовано в общей сложности в коллекции около 23 масок на девочках. И если вы можете заметить, что на ней три, например, маски, и каждый рисунок на каждой маске индивидуальный. Еще один символ Японии – солнце – также присутствует в коллекции. Солнечный круг венчает маски и заполнен стилизованным японским узором. Сетка из корсетных косточек напоминает и доспехи самураев, и строение японских домов. Из Москвы сравчанки вернулись без приза, но решили не убирать коллекцию в шкаф, а представить на новых творческих фестивалях. Нам нравится результат, который получился по итогу изготовления коллекции. Девочки ее несут достойно, эту коллекцию. Они большие молодцы. Все мы большие молодцы. В конце апреля юные дизайнеры представили магический квартал в Нижнем Новгороде на творческом конкурсе «Точка взлета-2019» и стали лауреатами второй степени. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. 16 мая в нашем городе настанет День Чи. Молодежный библиотечный информационный центр продолжает родиться чтение вслух и объявляет о старте нового проекта. В новом конкурсе организаторы хотят объединить авторы книги «Ребенка», родителей, бабушек и дедушек вокруг чтения. О том, какое произведение будут читать конкурсанты и как принять участие в проекте, расскажем в следующем репортаже. В первом конкурсе нового проекта «День Чи» организаторы предлагают прочитать вслух книгу Нарине Абгарян, Семен Андреевич «Летопись в каракулях». Жюри литературной премии «Бэби нос» определил ее как главную детскую книгу последнего десятилетия, так как, по их мнению, автору удалось придумать новый способ разговора с детьми. Эта книжка еще чем замечательна, почему мы ее выбрали. Здесь замечательные иллюстрации Виктории Кирдей. Она, ее акварели, конечно, совершенно замечательные, и просто держать эту книгу в руках уже приятно. Организаторы считают, что книга Нарине Абгарян не только для детей и про детей. Она будет интересна и взрослым, поэтому возраст конкурсантов от 16 и старше. На конкурсе будет оцениваться выразительность прочтения, оригинальность и артистичность исполнения. Поскольку книжку мы выбрали такую и для детей, и для взрослых, решили сделать, что и жюри у нас будет два состава. Первый состав – это взрослые, а второй состав – это дети. В отличие от чемпионата «Открой рот», где участники читают текст без подготовки, к этому конкурсу можно и нужно подготовиться. Организаторы проекта разделят повесть Семена Андреевича «Летопись в каракулях» на отрывки, и на конкурсе путем жеребьевки будет определяться очередность выступления. Но какой именно отрывок им достанется, знать никто не будет. То есть это прямо перед конкурсом, подходишь, вытягиваешь листочек и читаешь. Посмотрим. Я приглашаю всех приходить с болельщиками, можно прийти с семьей. Заявки на участие в проекте принимаются до 10 мая в библиотеке на улице Московской, дом 11. Все вопросы можно задать по телефону 9-44-17. Елена Грязкова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Сразу после выпуска новостей смотрите наш спецпроект «Лица Победы». Из первых уст вы услышите историю тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одногласники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Жанна Дмитриевна Шингарева родилась в деревне Ужлятина, Витебской области, Республики Беларусь. 15 октября 1941 года, а в самый разгар Великой Отечественной войны. Значит, мне даже родиться негде было, если так сказать. В пуне холодно и сыро, и все. И маму привели в тот дом, который еще сохранился на окраине. И там вот я родилась в этом доме. По словам женщины, выжить в таких суровых условиях ребенку было тяжело. Поэтому все запасы, которые оставались у людей, отдавали малышу. Кто приносил зерна немножко, кто мучички, маленький там мешочек. Вот таким образом я выжила, потому что там бы ребенку вообще выжить было бы невозможно. Поселение, в котором родилась маленькая Жанна, находилось среди белорусских лесов и болот. Мимо Ужлятина проходила железные и шоссейные дороги. Как рассказывает женщина, передвижение немецких войск было постоянным. Они останавливали буквально поезд, когда увидят, что деревня, и бежали грабить. Матка млека, матка яйка. Это у них было, знали они по-русски, вот так сказать. Грабили, ловили. Что было? Скот там, поросят, все креп. Летели перья. Поначалу пока еще что-то было. И уезжали. В 43-м в деревню приехал карательный отряд, перед которым стояла задача уничтожить всех, кто попадется на пути. Фашиста загоняли людей в деревянные избушки и безжалостно сжигали. Вот мы попали в ту группу, которая была у речки. Там наверху, где был дом, там немцы сожгли людей. А эти полицаи здесь охраняли у речки. И они ждали, видимо, немцев. А немцев все нет и нет. Один полицай ушел, потом второй. А потом все ушли, и народ бросился бежать в лес к партизанам. В лес болота убежали. После войны Жанна Дмитриевна и вся семья вернулась домой. В 48-м году юная Жанна пошла в школу. Закончив 10 классов, уехала в Новосибирск. Там поступила в институт на юридический факультет. После вышла замуж и в 69-м году вместе с супругом приехала в наш город.